Билли Китт родился 17 сентября, по другим данным, 23 ноября 1859 года в Нью-Йорке в семье ирландцев и рос с младшим братом Джозефом. Вскоре отец мальчиков скончался, а вдова вышла замуж во второй раз. Когда Уильяму было 15 лет от чахотки, туберкулеза умерла и мать. И если осиротевший Джозеф взял фамилию отчима Антрим и продолжил законопослушную жизнь, старший брат начал недолгий путь грабителя, убийцы и вечного беглеца. После смерти матери Уильям устроился работать в пансион в обмен на комнату и питание. Уже через год подросток пошел по наклонной, сперва попался на краже еды, позже ограбил китайскую прачечную, из-за чего впервые попал в тюрьму. Спустя пару дней Маккарти сбежал и вернулся к отчиму, но тот вскоре выгнал молодого человека. Напоследок Уильям стащил у мужчины оружие и одежду. Юный бандит отправился в Аризону, устроился работать на ранче и вскоре начал угонять лошади и для перепродажи. Тогда же у Маккарти появилось первое прозвище Кит Антрим, Уильям использовал фамилию отчима, а малышом его окрестили благодаря смазливой внешности и невысокому росту. Летом 1877 Кит отдыхал в аризонском салуне и вступил в спор с местным кузнецом. Словесная перепалка закончилась стрельбой, из-за ранения оппонент скончался. Молодой человек сбежал, спустя несколько дней был задержан, но смог ускользнуть от правосудия, украл лошадь и скрылся в Нью-Мексико. Там уже с самого Кида обокрали местные индейцы, отобрав коня, он долго скитался и был близок к смерти. Оправившись, бандит примкнул к банде грабителей, совершавший набеги на стадо местного магната, и стал называться Уильямом Бонни. Вскоре Бонни устроился ковбоем на ранчо. К февралю 1878 года хозяин ферм задолжал крупную сумму местным бизнесменам, которые были связаны с американским правительством и имели влиятельных покровителей, поэтому попросили помощи у шерифа. Конфликт снова завершился перестрелкой, в результате которой владельца раньше убили, а за экономическое влияние в Нью-Мексико началась междоусобная вражда двух кланов, которая вошла в историю как война в округе Линкольн. В том противостоянии погибли многие люди с обеих сторон, а Уильяма обвиняли в нескольких убийствах, однако весной 1879 бандиту предложили защиту от врагов и помилование в обмен на признание. Кит сдался полицейским, но те обещания об амнистии не выполнили, поэтому Бонни снова удрал из тюрьмы. Находясь в бегах, преступник успел убить еще одного человека, а также неоднократно попадал в перестрелки с правоохранителями, лишился многих сообщников, но сам неизменно спасался от наказания. Схватить малыша Билли наконец удалось в декабре 1880-го отряду во главе с шерифом Пэтом Гэрретом. Бандиты судили за убийство одного человека в войне в округе Линкольн и приговорили к повешению, однако незадолго до казни Кит снова сбежал, попутно застрелив нескольких тюремных охранников. По воспоминаниям очевидцев, преступник был не только привлекателен внешне, но и обаятелен, смешлив, общителен, хотя и обладал жестким характером, животным чутьем и отменно владел оружием. Хит модно одевался и часто носил самбреро, играл на музыкальных инструментах и нравился женщинам. Из личной жизни Уильяма известны имена только двух подруг, Селс и Гутьеррис и Паулиты Максвелл из Форт Саммеря, с которыми у бандита могли быть романтические отношения. Существует предположение, что Паулита, сестра Пита Максвелла, с которым дружил Кит, родила дочь от Уильяма, хотя и была замужем за другим мужчиной. После побега из тюрьмы, где его должны были казнить, Кит скрывался у Пита Максвелла в Форт Саммеря. Узнав об этом, Гаррит отправился туда в июле 1881 и после многочасового допроса хозяина дома внезапно столкнулся с самим Уильямом. Шериф успел среагировать быстрее и пустил в бандита пулю, которая и стала причиной смерти. До 22 лет преступник не дожил всего пару месяцев. Вскоре после убийства Билли Гаррита начали обвинять в несправедливо устроенной засаде, поэтому шериф решил рассказать собственную версию произошедшего в книге. Весной 1882 биография бандита под названием «Истинная жизнь» Билли Кида увидела свет, однако тогда особой популярностью не пользовалась. Гораздо позже другие авторы и историки использовали издание как справочник о Маккарте, который со временем стал символом Дикого Запада. Так, в романе «Зеленая мили» Стивен Кинг описывал малолетнего убийцу, который восхищался кидом и стремился стать на него похожим. Также Уильям неоднократно упоминался в музыке, например, в песнях группы Бон Джови и Боба Дилана. С начала Хавека персонаж начал появляться в немом, а затем и звуковом кино. К примеру, о преступнике сняли вестерн вне закона, затем в этом жанре появилась лента Пэт Гэррит и Билли Китт. А фильм 1989 года «Невероятные приключения Билла и Теда» и вовсе получил продолжение в полнометражных сиквелах 1991 и 2019 годов, а также лег в основу одноименного сериала, мюзикла, комиксов и видеоигр. Только в западной культуре о герое снято более 50.